Добрый день! Сегодня я представляю вам цветок под названием Тилансия. Так и хочется сказать Таилансия. Но нет, все-таки Тилансия. И название необыкновенное, и вид необыкновенный. Надо же, прилистники розового цвета. Это просто чудо. Тилансия давно привлекает внимание любителей домашних растений и профессиональных флористов. Встречаются Тилансии, похожие на пучки перьев и клубки ниток, на колоски злаков и серебристые бороды. Выращивают их как эписиты, размещая на корягах или в рыхлом субстрате из коры и мха. Корни нужны Тилансиям для того, чтобы запрепиться на коре деревьев или корягах. У известных нам комнатных Тилансий соцветие двурядный колос. У атмосферных Тилансий соцветие редуцировано и хорошо выражен только один цветок. Но все равно это красавец. Такой прямо сказочный. В какой группе отнести Тилансию и как ее выращивать, можно определить по тому, в каком виде она продается. Наземные виды с зелеными или частично с чешуйчатыми листьями продаются в горшках. В природе они растут на органических остатках, на подстилке тропических лесов, как и в Гузмайне или в Резии. Подходят для обычного выращивания в горшках со специальной рыхлой почвы. Часто их помещают в бутылку или флорариум. Атмосферные виды Тилансий с серыми листьями не нуждаются в грунте и продаются в виде декоративной композиции, прикрепленными к камню, куску дерева или коры. Теплолюбивое растение летом их устраивает обычная комнатная температура. Атмосферные Тилансий с жесткими серыми листьями более требовательны к солнечному свету. Для успешного выращивания Тилансий требуется высокая влажность. Все виды Тилансий поливают опрыскиванием всего растения или погружением его в воду. Существует два варианта посадки в субстрат и без субстрата. В магазине растения могут продаваться в горшках с торфяным субстратом или закрепленными на корее. Тилансий размножаются семенами и дочерними розетками. И вырастает потом вот такая неописуемая красота. Всего доброго Вам, до свидания и удачи с Тилансией!